Здравствуйте, пожалуйста. Удивительно, как меняется время, точнее, меняется мир вокруг нас. Еще не так давно все новости начинались и заканчивались мрачной политикой, ну и еще сообщениями о криминальных разборках в перемешку с банальной уголовщиной. Плюс какие-то экологические проблемы. Даже наука и та подстраивалась под общий тон. Астрономы предупреждали о падающем на Землю метеорите, а геологи сообщали страшные землетрясения. Конечно, все это было, есть и будет. Но мрачности стало меньше, а суровая пресса стала позволять себе даже некоторые легкомыслие. И мы вдруг увидели, что в нашей жизни гораздо больше чего-то светлого и радостного. Представьте себе, Ялтинский детсад с названием «Солнечный дом» вошел в десятку лучших детсадов России. Наш детсадик в десятке лучших, понимаете? Или вот известно, как всякие торговые палатки и шалманы уродуют набережные наших курортных городов и селений. А теперь, сообщила Валентина Прохоренко, глава администрации Коктебеля, решено убрать почти 60 таких объектов. А на их месте появятся клумбы с пышными розами и разными гладиолусами. Скажу вам, что так потеснить торговцев, может, это и не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Эх, да что говорить, автомобильный Крымский мост только-только построили. И вот, пожалуйста, уже кино о нем. Да еще веселый и про любовь. Красиво! Welcome to the Krims'ky bridge, the biggest bridge in Russia! И вот еще принципиальное замечание. Крымский мост, утверждают ученые, совсем не мешает Черному морю и его обитателям. Напротив, жарким летом в тени могучего исполина благоденствует рыба, которой интересуются дельфины. Так что у моста жизнь кипит, но и у нас на грешной земле тоже. Школьникам станет легче добираться на уроки и обратно домой. Кстати, еще 9 автобусов получат учащиеся в Севастополе. А врачи скорой помощи дождались 15 спецавтомобилей, плюс 9 карет, выделенные для медиков Севастополя. Ну вот так, если в общих чертах. Кто-то меня упрекнет, мол, у нас и много чего другого, так сказать, нерадостного происходит. Ну да, так никто и не скрывает. То в Армянске случилась беда, то в Керчи взорвалась трагедия, то кого-то на взятке за лапу схватили. Есть и другие явления, которые отравляют нам жизнь и в прямом, и в переносном смысле. Но соответствующие органы разбираются с причинами и виновниками, а исполнительная власть устраняет последствия. Но чу, слышите злобное сопение и подтягивание? О, это дрессированные сетевые дворняги или, по-другому, голос свободного Крыма, как уважительно называют в Киве, эту стайку русофобов и либерастов местного разлива. Чем они занимаются? По заказу хозяев лгут и клевещут в социальных сетях на свой же Крым, на Россию, на власть и все хорошее в нашей жизни. Ну, не просто так изгаляются, конечно, а за 30 серебряников. Вот один горный джигит то и дело восторгается политическим клопом Навальным, в котором видит будущего правителя России. Двое других негодяев глумливо пиарятся на беде Армянска, подсовывая местным жителям бесплатную коврижку в обмен на жалобы про катастрофу. А трепач, известный в Крыму как Сливной Бачок, уже не раз привлекался к суду за ложь и клевету. Ему некие чиновники сбрасывают служебные документы, а он запросто выкладывает их на всеобщее обозрение. Хозяева щедро кормят холуев за лживый лай, поэтому живут сетевые барбосы сытно, но недолго. Когда брехливая собака такому хозяину не нужна, он ее пинком. Ну и будь здоров. Да уж, прости господи, а думаете, на мировой арене нет таких сусликов недотеп? Что вы, полным-полно. И брешут, как дышат. Помните, один такой помпезный герой все хвастался, что порвал российскую экономику в куски? И где сейчас этот деятель? Между тем, история с тупым самогипнозом не закончилась. Теперь другой такой, раздутый от тщеславия, хихикает над беспомощной, в кавычках, Россией. А еще один знатный генерал просто поставил крест на нашей стороне. И точка. Все кругом угодливо хлопают в ладошки и поддакивают, мол, ага, ага, все так и есть. То есть бредят и в этом сладком бреду живут, боясь реальности. А реальность совсем другая. И признают это те немногие разумные политики и экономисты, которые живут на Западе. Россией, увы, не страшны санкции, признает авторитетный журнал Forbes. Более того, считает Уолл-стрит-джорнал, санкции укрепляют Россию. А рубль сегодня в числе самых устойчивых валют в мире, констатируют американские и германские банковские аналитики. А они, как вы сами понимаете, знают, что говорят, когда говорят, что знают. Но пока на Западе громче звучат вопли разгневанных сусликов, они там правят бал. А вот у нас все тише воды и ниже травы. И правильно делают. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понятно, что не все идет гладко и у нас в стране. Дорожание продуктов и товаров бьет по кошельку и подгрызает семейный бюджет, который и без того не богат. А правительство странно решило поддержать королей бензоколонок и собирается снять запрет на продажу пива и вина на автозаправках. Минздрав категорически против. Здравый смысл тоже подсказывает, что авторов идеи куда-то не туда занесло. Ну, чтобы лучше жилось, будем лучше и больше работать, хоть мы и не японцы. Недавний опрос показал, что семь из десяти россиян довольны своей работой, а вот зарплатой очень недовольны. Так что эту проблему надо решать, но только по закону, а иначе никак. Ну а на сегодня у меня все. Всем удачи и всегда смотрите Первый Крымский. Субтитры подогнал «Симон»!